ДИМА МАЗАНОВ 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 У вас вчера на Лубном не было. Да, нам рассказали, поэтому-то я и говорю. Он сказал, что он хочет быть с Мариной. С Мариной, да, и все такое, да. Давай сделаем так. Ну, первый круг, а если... Ну, первый круг так, а второй круг друг в друг. Если спросят, так и скажут, что мы договорились, просто чтобы поддержать. Спасибо, Бонечка. Не за что. Гранаты будут там, нет? Не знаю. Канки. Это на случай уже совсем нашего косения. Вот, да, да. Как вкусно пахнет. Ну, дети должны. Любовь моя! Голову я легко попадаю, сердце мне нужно. Есть сердце. Ну, это тоже не блок. У меня пульки закончились. Не, у меня еще есть, я еще... Я буду... Нет, я продумываюсь, ребят, мне необходимо выиграть косметичку, да. Антоша. У меня тоже закончились. Но, 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 солнышко, у меня есть огромный сюрприз для тебя. Дарись. Это фото наших экс-менов и экс-вуменов. Это... Это... Это твой? Знакомое лицо. Это твой, да. Это мой. Я именно так представлял вымещение своих эмоций сегодня. Поэтому я подготовился. А вот это вот, леди, я с удовольствием бы прикрепил к хат. К хат? И я бы, наверное... Нет, я бы, наверное, к хэд. К хэд. Ты к хат, а я к хэд. Не, ну, если речь пошла о том, что... Какие у нас ассоциации с нашими... Да, да. Ты бы бил ее сердце, а я из головы. Давай. Выброшусь с головы. Пойдем. Так, значит... Так, это женщина. Моя отправляется. Хэн. Хэд, хэд. Хэд, хэд. Вот так вот. Ну, я буду. Сейчас. Ох, красавица. Как приятно побывать в тихо. Да, ну что, сюда или туда? Сремик. А, куда вы? Ребят, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Я не знаю, как мы тут развернемся. Давай, давай. Развернемся. Давай, я пошла. Сторожно. Не сильные. Так. Сразу видно, девушки за рулем. Преградили, пробки сделали. А вы под низом. Дим. Вот скажи мне, ты хоть сам понимаешь, что ситуация уже конкретно выглядит абсурдной. Абсурдная? Ну да, ну шо, должно продолжаться. Ну как ты мог так поступить, Дим? Ну... Ну ты же вот только начал народ тебе верить. Ну ты же опять, вот опять поступил по-клоунски. Ну, ведь к тебе вообще не будут серьезно относиться. Ну, в принципе, было несколько причин, почему я так сделал. Объясни. Ну, во-первых, да, как бы, в своем надо было поддерживать имя, что-нибудь учудить опять. Ну что, ради имя, же ломать. Главная причина была, конечно, в другом, то, что у меня просто из чувства жалости стало, захотелось поддержать Машу. Это она такая несчастная была, она там... В общем, она добила меня своими слезами, постоянными тетами где-нибудь. Ну хорошо, а Марина, ты думаешь, простить тебя такой пост? Так, все, и Марина уже вчера, все, мы с ней там поговорили, я все объяснил, из-за чего... А что ты сам себе можешь объяснить, кто тебе нужен? Да, я заиграю, ты же заиграешься, они же ломать против тебя будут. Нет, я уже определился с Марией. Хорошо, против кого ты будешь голосовать? У Марины конкурент это Маша. Слушай, а в чем тогда смысл? Вот объясни, ну это же какой-то бред просто, Дим, бред сивой кобыл. Какой смысл было поддерживать Машу на предварительном голосовании, чтобы потом, на следующий день, против нее голосовать? Ну это вот, если бы я не вышел, да, и просто против нее проголосовал, там, ей было бы там так, настолько-то процентов больно, а так, как-то я вышел, там, ну то есть... Ты измеряешь процент боли? Вот каким образом? Нет, ну что... Как ты измеряешь процент боли, который ты причем нажимаешь? Ну вот, допустим, да, на ее глазах, там, зажимаюсь, там, с Марины, потом не выхожу за ней, хотя бы постоянно выходил за ней на предвариловке, голосую против нее, то есть это прям такое, ну не так, а так, что... Дим, ну ты мне в прошлый раз тоже говорил, что ты будешь голосовать против Маши, а проголосовал против другого человека. Я не удивлюсь, что сидите на этом голосовании, ты тоже в последний момент решишь голосовать против Марины. Даже я уже не верю. Нет, нет, вот если вот, между прочим, я вот сейчас начинаю думать, вот, помню, как-то был Тет, и Бородина на стройке мне задала вопрос о Насте Бабенко, типа, вот любишь ты, сказал ее, любишь? Я говорю, ну да, да, она говорит, как? Я говорю, ну я просто не знаю, как это любить, и она мне говорила, ну ты вот хочешь ее увидеть, там, скучаешь. А я вот в душе знал, что-то, я ничего не хочу видеть, я говорю, ну да, сам, ну врал, врал ей, ничего не хотел. Ну ты всем врешь, что приводит. Что касается Марины, что касается Марины, действительно, я даже вчера, потому что пошла спать, я еще это не хочу, я все постоянно думал, с утра уже там тусил, пришел ей там завтракать. То есть мне просто, действительно, вот, я уже устал, наверное, от игры, и вот, просто от своего человеческого счастья. Ой, она тяжеловатая. Ну что, тащим? Тащим, наверх поднимай. Только смотри, занозы сколько-то не было. Ага. Как ты прикидываешь шансы, да, ведь сегодня две яркие претендентки, это ты и Марина. Как ты оцениваешь свои шансы, ну, то, что ты вылетишь или не вылетишь? Ну, я совершенно не знаю, но мне, как и многим ребятам, мы вчера разговаривали, было бы очень интересно посмотреть на ту ситуацию, если уходит друг сегодня Марина, да, и как же будет вести себя Дима. У меня почему-то схватывает такое впечатление, что как только закроются ворота, Дима снова подойдет ко мне, хотя вчера наломнул, он говорил, что нет. У нас сто процентов уверенно, да? То есть, если уйдет Марина, он обязательно к тебе переключится и скажет, что это все была ошибка. Конечно. А если не секрет, против кого ты будешь голосовать сегодня? Скорее всего, против Марины. Против Марины, да? Ну, кто остается еще? Солнце. Вот лично для меня выбор остается Солнце, Яна и Боня. Солнце я не могу против него голосовать, и Боня с Яной в парах, ну что это такое? Ну, с Мариной, скорее всего, будем голосовать друг против друга. Если Марина покинет нас сегодня на голосование, ты уйдешь за ней? Да, она не покинет. Если покинет. Если покинет Марина, уйду ли я за ней, да. Это опять очередное вранье? Нет, я просто знаю, что она не покинет. А если покинет? Ведь я ради эксперимента сделаю так, чтобы она покинула. Ну, это понятно. Посмотреть, пойдешь ты или нет. Ну, ты так не сделаешь, потому что зачем ты мне тогда без карты сейчас раскрываешь, правильно? Ну, почему? Может быть, я хочу, чтобы ты заранее знал, на что ты пошел сейчас. А, ну что, типа, сделать? Ну, потому что нельзя столько врать, Дима. Нет, нет, вот честно могу сказать, да, я не люблю их сейчас, правильно? Симпатия у меня и привязанность есть, и не такая, как была к другим девушкам. То есть, какая-то больше особенная. Нет, подожди, давай четко скажи мне, вот если Марина уходит, ты уходишь за ней, правильно я понимаю? Нет, я за ней не ухожу, но строить отношения с Машей я не... Слушай, ну ты только что сказал, что уходишь, Дима, ну ты только сейчас сказал, что уходишь. Вот какой из этих ответов правдивый? Вот смотри, ты просто сам подумай о себе, и как ты выглядишь со стороны. Ты за одну минуту дал два абсолютно противоположных ответа. Да я просто так прикалываюсь посмотреть реакцию твою. Да мою реакцию, это я же твою реакцию смотрю, а не ты моя. Ну а какая моя реакция, что я говорю, то то, то, то. Вот твоя, что ты... Надо не по словам смотреть, а по действиям. Вот именно, а действия у тебя все на разные, Дима, поэтому по действиям смотреть абсолютно непонятно. В всех лобных местах, Марина, Марина, Марина. Да, на одном лобном месте говоришь, голосуй против Маши, голосуешь против Насти. Ну... Сейчас говоришь, что голосуешь против Маши, проголосуешь еще против Насти. В этот момент так чувствовал. Я меняюсь, раз через 10 минут, оп, у меня какое-то другое ощущение. Я уже по-другому решила. У тебя все время все по-разному, Дима. А в один день ты поддерживаешь Машу, чтобы на предвариловке ее поцеловать, а на следующий день собираешься против нее голосовать. Ну, да, вот так получается. Ну, я против, вот, не могу сливать голос, потому что может попасть Марина, а Марину я не хочу, чтобы она уходила, потому что хочу... Анна, иди, я уже, мой мозг не удерживает этого, Дима, я тебе честно скажу. Есть время, ты сама прекрасно являешься Диму, что Дима, ему только так помани, конфетку это, и он прибежит. Ты собираешься, может, да, зачем ждать, если твоя соперница там уже его окучивает? Ты запросто это можешь сделать. И ни для кого не будет не секрет, если перед ломным местом оказывается, что он опять тебе чувства испытывает. Может, ты на это будешь давить? Сын, я себя уважаю, да, и для того, чтобы остаться на практике с таким человеком рядом, мне даже не хочется его там обнимать, еще что-то, да, подходить. Это игра, которая не стоит этого. То есть ты Диму исключаешь из билетика, из-за которого можно остаться здесь? Да, я бы хотела, я тебе скажу, эту ситуацию, да, я не знаю, как это принято сегодняшнее голосование, но я бы хотела эту ситуацию, когда Дима бы пришел ко мне. Вот тогда бы я себя чувствовала в совершенной комфортной. Я бы поигралась немножко с ним. Поигралась бы? Конечно. До следующего морского голосования? Ну, я думаю, что бросила бы раньше, чем морское голосование было бы. Да ты еще с коготками, я смотрю, еще. Слушай, что я придумал. Короче, с краской сегодня болты, будем этим колорантом пробовать. Так вкусно пахнет. Ну, я убью тебя. Ты такой... Сегодня же она подходила ко мне, я такая счастливая. Я говорю, я за тебя очень рада. Она пытается со мной говорить на тему Майя, я вообще никак не реагирую. Мы тоже сегодня сидели, нормально так разговаривали. Она, вот, навчал, что-то, да-то, да-то, если я такая счастливая, она мне говорит. А я не обращаю на это внимания, ну, просто не хочу отсертать, почему вообще никак. Ну, это понятное дело. Алена сейчас пытается просто реально всем внушить, что действительно есть какое-то чувство. Да, может быть, оно и есть, но все равно. Ну, да, после всего, что она сделала, мне кажется, любому человеку будет все равно. Слышал? Да. Хэт-хэт-хэт-хэт-хэт-хэт-хэт-хэт-хэт-хэт-хэт-хэт-хэт. Я ему размозжила, по-моему, голову все. Давай, мы с нестерпением бежим к своим бывшим. Любовь моя! Где же ты? Где же ты? Как ты выглядишь? О-о-о-о! Я это сделал, слушай. Мой, знаешь, так ничего. Ну, ты знаешь, ты ему больше жизненноможенные органы отбила. А я самая... Действительно, ток у меня больше всего дырок в причинном месте. Пожалуйста. Накопилась, накопилась, накопилась все-таки. В общем, я хочу погадать. О-о-о! Интересно, на кого? На Майя. А что на меня гадать? Живешь в виде домики, будешь гадать, быть ли вы вместе. Ну, вообще, в будущем, не знаю. Я вижу, что я ему нравлюсь. Он мне тоже нравится. Мне с ним человеком интересно. Так, будем будем вместе. Антон? Антон, интересно, все. Он собирается ехать, знакомиться к маме. Нет, я спрашиваю твоих чувств, Антон. А какие мне могут быть чувства к человеку, который оставил меня, отдал меня, знаешь, как собаку? Маша, это вообще первый раз в моей жизни такое было. Я просто в шоке. Так почему ты к хлебу-то лучше относишься, чем ко мне? С маком? С маком? Мамочки, да. Потому что ты себя плохо ведешь. А что, почему я себя плохо веду? Потому что ты говоришь всякие пакости, гадости. Какие пакости я говорю? Постоянно говоришь какие-то там слова. Мне не гадость. Что-то вот такие. Ну, зачем? Ты почему такие слова-то говоришь? Ну, вот я тебе о чем и говорю, что ты говоришь такие слова. Моя подружка хотела прийти сюда. Если она придет и увидит, какой со мной мужчина заходит, вот такие пошлости, говорит. Ты уж давай, привыкай, она уже придет скоро. Да ты что? Она пока дозвониться не может до кастинга. Ну, а что ты думаешь насчет Бонни и Степы? Что Степа в душе творится? Я не могу понять вообще, что у него творится, потому что... Обрати внимание на то, что они вообще какие-то у них странные отношения. Вообще, что-то он как-то так... А ты как думаешь, он ревнует? Приходит же смс-ки Степа, видно, что ты любишь Алену. Ты думаешь, он любит меня? Я в тот раз на лобном месте сказала, что у него есть к тебе чувства, после чего у меня вообще здесь возненавиднее. Так, осталось вот сейчас узнать, будет, не будет. Да, восьмерка-восьмерка, девятка-девятка. Ни фига себе! Велание сбудется. Зима перед началом лобного места сказал, что он уйдет вслед за Марией. Итак, что ты решил? Я слово свое держу. Ну что ж, я вам всем дала шанс, ребят. Подождите, подождите, я так придумал, да? Ахахахахаха! Не, ну нормально. Об отношениях? Мы ехали вместе. Об отношениях? Ну я так подумала. Об отношениях? Не говорили? Не, ну мы говорили, и я говорю, там, он такой, типа, я боюсь тебя там обманывать, да? А я понимаю, что он ко мне относится, знаешь, к такому человеку, который сейчас влюбится, там, бесповоротно, там, знаешь, вот, что у меня там влюбленность какая-то будет. И, а он такой весь честный же у меня, вот, что он говорит, я не хочу тебя использовать, там, вот, с одной стороны, это будет называться клином вышибая, то есть, я узнала, что, как бы, мир клином не сходится, и что есть люди с нормальными человеческими качествами, с нормальными ценностями, да? И, то есть, люди, которые могут называться для меня нормальными мужиками, то есть, то, что я делаю для тебя, это не то, что, это благодарность моя. Но он так валенку до сих пор уже, да? Или нет, ты как? Я думаю, нет. Нет? Я думаю, он, он, она его отвратила. М-м-м, но он пока не готов, да, на серьезное? Не, он говорит, я бы, наоборот, например, искала бы там серьезных отношений, я говорю, а я бы, вот, наоборот, сейчас не искала бы серьезных отношений, тоже. Я говорю, это было бы с моей стороны лукавством, если бы я сказала, что я сейчас готова сама на серьезные отношения, потому что я не готова. Ну, ты как сама думаешь, что-нибудь не может получать? У нас нет? Да. Я пока хочу только включая дружбу, ну, такое, знаешь, дружбу для меня с сексуально-притягательным человеком. То есть, она для меня в притягательном сексуальном плане. К сожалению, сегодня нам придется расстаться с одной из наших участниц. Кто это будет, мы узнаем позже. Сейчас встречайте самую умную блондинку России, Ксению Собчак. Да, это я, говорите. И со мной вам, к сожалению, не расстаться, даже если вы этого очень жаждете. Поэтому, я думаю, не будем тянуть кота, Ольгу Моцак, Машу и Марину за хвост, а сразу начнем голосование. Я прошу вынести бюллетени. Напоминаю, что против Ольги Моцак и Алены Водонаевой голосовать нельзя, потому что они вселились в ВИП-домик. Что ж, прежде чем проголосовать, мне бы хотелось сказать следующее. Сегодня в 14 часов 9 минут около курилки случилось страшное. Ваш спор нарушил Дмитрий. Он, думая, что его никто не видит и не снимает, закурил. Это бред, я не курю. Начинайте искать лягушку, я вас очень прошу. Хотя, Дмитрий, у тебя есть шанс и уйти сегодня, если Марина уйдет, я вам скажу по секрету. Такие тайны, я просто не могу сдерживать в себе. Дмитрий, можно я? Ты разрешаешь? Я просто не могу тайну тета нарушать, если ты мне не разрешишь. Ну, что я сказал? Ну, можно? Можно? Насчет того, что уйдет ли, если уйдет Марина, да? Если уйдет Марина, Дмитрий вначале сказал, что он уйдет вслед за ней, а потом в промежутке где-то секунд 25, когда я сказала, ну я ведь на зло так сделаю, чтобы ушла Марина, только чтобы посорить на твою рожу, как ты будешь развиваться. На что он тут же через 20 секунд в одном разговоре сказал, что он все-таки не уйдет за Мариной. Поэтому вот есть две версии из уст самого Дмитрия, что да, он уходит, и с перерывом в 20 секунд нет, он не уходит. В принципе... Нет, это нет. Дима, у тебя 50 на 50. Ты хочешь еще вопрос задать, да? Да нет. Да, задай вопрос. Вообще, давайте зададим, действительно. Давай еще раз. Третье, как говорится, Бог любит троицу. Дмитрий, так, третий раз я спрашиваю тебя, если сегодня судьба распорядится так, что нас покинет Марина, уйдешь ли ты вслед за ней? Да, я уйду на ней. Лягушку не хочешь съесть. Да, уйдешь. Да. Это окончательное решение. Давайте начнем голосовать. Итак, у вас есть 3 секунды. Антон. Маша. Марина. 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 Маша. Маша. Куковицкая Марина. Марина. Маша. Маша. Марина. Марина. Мариночка. Большинство голосов против Марины. Марина. Ну что? Что я могу сказать? День неплохо. Марин. К сожалению, я тебе не предоставила свой иммунитет. Ну, давайте посмотрим зрительский иммунитет. Может быть, зрители дали. Маша. 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 Итак, большинство голосов у Виктории и Бонни. 47,2%. На втором месте Ольга Николаева. 45,3%. И на третьем месте Алена Водонаева. 4,3%. Ну что, Марина, я попрошу тебя пройти в водку классности. Теперь ребята, которые голосовали не против Марины, пожалуйста, выскажитесь. Ну, я могу сказать, что, ну, мне неприятно, что сейчас Марина уходит. И мне неприятно, ну, я вижу, что Дима был готов уйти за Мариной, но, честно, я считаю, что они даже 5 дней даже не провстречались. Как-то немножко, ну, не стоило, наверное, на него давить, чтобы он именно вот уходил. И мне кажется, что несмотря на то, какой он там жучара, да, ну, он прикольный, хороший. А Маринку жалко, жалко реально, что так ребята проголосовали. Хоть с Машей у меня не было конфликтов, объективно, мне кажется, что она должна была висеть. Ну, ты думаешь, с Машей получилось бы что-нибудь с Димой? Или теперь получится? Я думаю, что с Мариной бы получилось, серьезно. Девочка эффектная, симпатичная, она к нему тянулась. Она к нему, реально, Ксюха, она к нему тянулась, и он ей нравился. А Маше было все равно. А Маша не тянулась, да. А Маринка говорила, нет, нет, и лично со мной разговаривала, говорит, что я даже не могу пристать. Микрофон дайте. Да, да. Вот. А Маринка, она ему, мой ты ползалатенький, мой ты толстенький. То есть она его воспринимала вот таким вот смешным. Ну, это правда, действительно. Просто Маша стала прыгать, закрутилась как уш на сковородке. Когда пришла Марина, когда стала уделять внимание, именно в этот день Маша вдруг стал приятен, вдруг. Дима, подождите, я лично разговаривала две недели назад перед голосованием с Машей, тогда еще не было Марины, я говорю, Маш, может быть, тебе стоит как-то все-таки к Димке, все-таки он свободен, ты можешь уйти. Но я тоже не хотела, чтобы она уходила, она говорит, я даже ради проекта делать этого не хочу, не могу, он не мое, и я с ней себя не вижу. А я знаю, Вика, что тебе было намного выгоднее бы, если бы осталась Марина, давай не будем говорить о каких-то там... Да почему же выгоднее? Ну, я тебя не перебивала, дай сказать. Я понимаю, что ты сейчас лично для себя, как ты тут стояла, хвалила, что все, что ты задумываешь, все у тебя получается, сейчас это твоя, как бы, ситуация, когда у тебя не получилось то, что ты задумываешь. Мне очень жаль, и на самом деле, Вика, ты сейчас повторяешь ту ситуацию, да, которая длится здесь уже очень долго. Ребята, давайте перестанем уже не радоваться за других. Я смотрю, что никто не радовался. Маша, а за кого радоваться? За тебя? За что? Во что? Отношения какие-то сейчас получатся? Нет, Ксюш, просто ты знаешь, когда я была с Димой, да, Боня несколько раз вводила Диму, там, Дима, почти на первый курс пройдем, там, второй курс, курс молодого бойца, да, с кем надо быть Диме. Ну, хорошо, ты думаешь вот сейчас, скажи, пожалуйста, Маша, вот сложившаяся ситуация, ты думаешь, у вас с Димой что-нибудь получится? Ксюш, я бы попросила Диму не уходить, да. Дима, оставайся, ты знаешь, что ты здесь нужен на проекте, потому что я на него зла не держу. Слушай, было бы странно, если бы после всего этого, Маш, ты еще на него бы держала зло. Я бы, ты знаешь, честно, меня удивилась. Ксюш, после того, как он мне говорил, что он хочет быть со мной, целовал меня... Ну, он тебе уже давно этого не говорил, Маша. Говорил, потому что вчера у тебя есть проблемы. Они спавались... Они застались, разговаривали, потому что... Дима, вот проблема того, что сейчас произошло, и почему Марина сейчас находится в будке гласности, отчасти в этом виноват и ты, что ты настолько заигрался и настолько всех запутал, что реально половина ребят считает, что у тебя отношения с Машей, половина, что у тебя с Мариной, кто-то считает, что вообще у тебя ни с кем нет отношений. Ты можешь объяснить, что у тебя происходит в сердце? Объясни, пожалуйста. Мне действительно, я за эти несколько месяцев вот увидел девушку, которая реально потянула и тянет. И когда она даже вчера пошла спать, там через час мне просто уже реально... Хорошо, а зачем тогда за Машей ты вышел и предварил какие-то целования? Это было до того. То есть не сразу чувства какие-то рождаются, правильно? Какой не сразу? Это вчера было до того. Потому что Маша мне там изрядно вливала в уши насчет того, что она там игрок, там она такая-сякая, то есть там такой черный перец. И наоборот, короче, себя рекламирую очень сильно. Хорошо, но с Машей вот сейчас, после вот такого инцидента, у тебя получится построить отношения? У меня теперь появилась цель. Чтоб Маша ушла с проекта. Ты же собираешься сейчас уходить, Дима. А я специально... Ну я сейчас подумаю еще. Я послушаю, что скажем. Вот смотри, Дима, ты говоришь, я знаю ее пять дней. Вчера ты знал ее четыре дня. Так же тебя тянуло к ней. Но на проекте я не замечал за семь месяцев, чтобы кого-то тянуло к кому-то, и в тот же момент целовался в засос. И валялся в постели в обнимку. Это раз. А второе, я понимаю, Маша тоже, может быть, играет. Но, Дима, ты пара сапог, ты такой же игрок. Ничего странного. Все нормально. Кто наехали? Маша, Маша. Сам играл и сам это говорил. Я игрок. I am gambler. Хорошо. Кому? Кто ему нужен? Одна зацепка, это одна. Нет, то, что игрок, ладно, все мои игроки, но... Зачем целоваться в засос с одной, когда тянет с другой? Ладно, скажу честно, почему? Потому что где-то мое самолюбие когда-то было задето, что Маша мне отказала. И я просто... И я к ней тянулся, и она мне отказывала. Я просто решил, что я должен это сделать, чтобы свое полюбие подняться. В первую очередь. Я так сделал, да. Хотел объяснить Машу, сделал плохо Марину. Потому что где-то у меня было. И когда я ее поцеловал там, при всех, я специально на всю страну показать, что Диму отвергал, она отвергала, я все равно ее добился, как и говоришь. Маша, сейчас кто тебе нужен? Маша или Марина? Марина. Ну что, друзья, скажу я вам. Было приятно пообщаться. Клево все было. Очень все прикольно, обалденно. Даже негативные завалищи хорошие впечатления произвели. Димур, конечно, интересный типаж. Маша, Данаева, Май. Да, конечно, очень что-то такое своеобразное. Но дай бог всем удачи в этом всем. Дай бог удачи в проекте. Клево жизнь побыла. Ну, конечно, я ухожу, но, значит, такая судьба. Все, спасибо. Мариночка, возвращайся, пожалуйста. Мне кажется, что здесь какая-то просто специально прям замученная какая-то провокация против Марины, потому что создалась пара. Я думаю, что не без участия Алены Водонаева, особенно так, как она смотрит на то, что происходило. Я уверена, что здесь какой-то подвох. И людей, наверное, опять-таки, подговорили. Я просто больше, чем уверена. Потому что, если бы логически, объективно судить, то у нас пара. Сегодня они объявили себя парой. Вчера они там, ну, пусть там происходили, да, всякие... Пара, это не прикрытие, главное искренний чувств. Я не могу молчать. А ты не веришь в искренность чувств Димы и Марии? Они постоянно вместе, в отличие от них. Если вы мне родители сказали, я скажу. Слушай, вот, ребята, очень странная история. Такое ощущение, что все разделились на два лагеря опять. Так это значит... Одни болеют за Машу, причем тоже очень поразительно странно. Вот как только Алёна кого-то поддерживает, тут же Виктория сразу поддерживает. Да она тоже меняет вот это клевать. Ну, Ахаша, а почему ты поддерживаешь Машу? Я не трасса нейтральной стороны, я люблю ту же. Нет, ты абсолютно не нейтральный. Твоя нейтральность на стороне другое. У каждой нейтральность. У меня так, давай я сейчас не буду, объективно говорю. Пришла Марина. Ей сказали на ТЭТе, что она неярка, и может быть, ей скооперироваться с Димой, потому что он такой же игрок, в общем-то, как и она. Пусть в себе раскроют эти потуги. Вот они начали встречаться, и так она на него взобралась. Такая физическая, как бы, страсть у них. И даже, я так... Ну, это ильтворичное дело. Я вот так вот не смогла, конечно, даже завидую. Прямо так на нем сверху оседлала, и все, и любовь у них такая. Но потом Руслан подкидывает ему такую идею. Слушай, а если все-таки это шоу-игра, тебе такую подлянку подсунуть, и Маринка уйдет, что ты тогда будешь делать? Ну, как же, к Маше пойдешь? Ты же уже Машу-то отверг. И вот он на предварительном голосовании хотел за двумя выйти. Как бы так, чтобы он между ними, между... Да, двух огней. Но его все-таки вывели, спровоцировали. Ты должен одну выбрать. Выбрал, сказал Марину. И сейчас ты не хочешь, ты не уйдешь. Нет, выбрал-то я тогда Машу. Да, тебя прижали в угол. Я на предварительном итоге выбрал Машу. Немогично получается. Да, выбрал Машу для того, чтобы ее поддержать, поцеловав за сос. И что, ты через пять минут подошел и сказал, что не поцелует. Вот. И в итоге, Дима, я тебе всегда говорила, что игры-играми, но здесь все-таки строят любовь я против фиктивных пар. Когда у тебя будет чувство, тогда ты не будешь между двух огней. Тогда ты будешь только с одной девушкой. Ну вот, а что ты говоришь? Настя, что бы хотела сказать. И это мое мнение. Маш, вот очень важный вопрос хочу тебе задать. Вот сегодня уходит Марина. Что ты намерена дальше делать здесь, на проекте? Здесь, на проекте, я намерена ждать завтрашнего прихода молодых людей. И ждать, когда Дима, наконец-таки, поймет, что играть ему выгоднее в мою сторону. Когда он поймет, что мужское голосование близится и будет возвращаться ко мне. Так подожди, такого не бывает. Ты сама стала похожа, ты, видимо, так много общаешься с Димой, что становишься на него похожа. Невозможно и парней ждать, и пождать, когда Дима придет. Ты уж выберешь что-то одно. Слушай, я очень похожа на Диму и скажу его словами. Я хочу потешить Димой свое самолюбое. Ну, хорошо, Маш. Спасибо, что ты это сказала. Хочу к вам перейти, Марин. Ну, так получается, что ты уходишь сегодня. Дим, то окончательное решение. Мы идем провожать вас вдвоем, или ты идешь и прощаешься, и провожаешь Марину. Тишина, ребят, сейчас очень важно. Смотрит на всех, ты сам, ты примешь решение. Я слово свое держу. Ну что ж, я вам всем дала шанс, ребят. Подождите, подождите, подождите. Я тебе это придумал, да? Я же не знаю, я заеду. Ты придумал? Симон, оставайся. Как раз, конечно, горько. Если она тебя любит, она тебя дождется. У меня просто есть здесь цель, да, появилась, когда после Машиных слов насчет самолюбия. Поэтому, скажу честно, борются во мне две вещи, что и остаться, потому что про самолюбие хочется Маши побольше узнать. А там сеть Машу ходит? Да, с другой стороны, вроде как лят. Ну, давайте по-честному. Какая тогда и... Еще скажи, ребята проголосуют. Ребята уже все тебя поддержали. Конечно, легче всего, чтобы ребята проголосовали. Не, ну а что, зато... Ну какой тут хитрый жук, а? Не, ну что он решит, Дима? Это кто это, кто его решит? Не, он венжует, сбавайте мне, Господи. Пускай остается, елки-палки. Ну что теперь? Ну что это такое? Смысл? Бред? Ну ты думала, что так получится? Или ты думала, он сдержит свое слово? Нет, ну конечно, мог бы сдержать свое слово, но если он так что-то начал говорить, ну я... Ну отлично. Тихо, ребят, не отлично. Это решение может менять только сам Дима. Дима дал слово. Я до последнего смотрела на эту ситуацию. Смотрела на то, что скажет Маша. Смотрела на то, что скажет Марина. Вы все... И, наверное, я тоже заразилась вот этим вирусом вранья, который, к сожалению, у нас процветает в Доме-2. И соврала по поводу своего иммунитета. И до последнего момента я сомневалась. Но теперь я не сомневаюсь, потому что, Марин, я хочу, чтобы для тебя это было большим уроком. И ты специально останешься здесь, чтобы посмотреть на Диму, но уже совсем другими глазами. И мы голосуем еще раз. Итак. Ребята, мы голосуем еще раз. Маркеры красные, нам можно? Красные маркеры в студию. Прошел. Красные маркеры. Сейчас красные маркеры в студии. Ты сама сделаешь. Итак, у вас есть три секунды. Антон. Маша. 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 Маша Халяпина. Маша. Он Мария. Чапина Маша. Халяпина Мария. Просто Мария. Маша. Маша. Вика. Боня, скажи. Маша. Боня. Ну что ж, почти единогласно, после нашей человеческой экспертизы практически, ребята проголосовали, Маша, против тебя. Я думаю, что не надо объяснять почему. Ну, и я думаю, что, может быть, ты им прямо здесь скажешь все. Зачем куда-то уходить? Уже все понятно, почему так они поступили. Ребятки, я вас всех очень люблю. Ни на кого совершенно не обижаюсь. И все так, как должно быть. Я как говорила, что будет так, как должно быть. Так оно и есть. У каждого свой строк. Я благодарна вам за то, что я здесь побыла с вами. Димочка, ты игрок, ты обманщик. И, наверное, единственное, что я могу тебе сказать, да, вот так по жизни. Я знаю, что ты человек неверующий. Я верующий. И я тебе могу сказать одно. Может, кому-то это покажется сейчас смешным. Но, Дим, здесь на земле надо когда действовать, мы можем не знать правды. Но надо думать о том, что будет тогда, когда каждый будет из нас отвечать сам за себя. И давай ты будешь думать об этом, давай ты будешь думать о своей душе. Потому что все сойдет с рук здесь. Но там каждый из нас ответит за себя. С полной. От тебя это странно слышать, Маш. Ты здесь тоже немало чего начудила. Так что ты первая должна волноваться. Вот я думаю, не знаю, про что ты конкретно говоришь, но вот в том самом месте, о котором ты говорила, я уверена, что вы с Димой обязательно встретитесь. И будете прекрасной парой. Увидимся сразу после рекламы. Идем провожать, Маш. Действительно, у тебя есть к нему что-то. Вы будете реально офигенной парой. Вот реально. Со своими какие-то ссорами. Он может кому-то даже глазкостить. Вы будете яркие и интересные. И если он тебе реально действительно нужен. Давай. Ну что, мы? Мы! Мы! Гудбай, мой лав, гудбай! Гудбай, мой лав, гудбай! Гудбай, мой лав, гудбай!